В лице имени Енюкла, села Чукмайдан, еще с основания школы не проводился капитальный ремонт пищеблока. Помещение находилось в ветхом состоянии, да и контролирующие органы не один раз выписывали предписание, чтобы провести ремонтные работы. Как отметила директор школы Валентина Штеро, ремонт уже начат. Рабочие приступили к заливке пола, проведению новой электропроводки. Кухонный инвентарь обновился несколько лет назад. С 1974 года не производился ремонт пищеблоки. Конечно, вид пищеблока не соответствовал нынешним требованиям. Очень трудно было обрабатывать стены и полы за счет того, чтобы некоторые плитки просто падали. Нам выделено с центрального компонента 10 тысяч шлеев. Мы составили проектную смету на ремонт крыши. Надеемся, в ближайшее время будет ремонт крыши. Но мы сейчас своим силам, именно где протекает, мы залатаем. Проведем такой маленький ремонт, потому что именно где электропроводка, там и протекает крыша наша. На ремонтные работы из капитальных вложений села было выделено более 300 тысяч лев. Землеустроитель примария Анатолий Задыр отметил, что после ремонта персонал лицея будет работать в комфортных условиях. Там полностью меняется, там меняется проводка, там меняются полы. Всю старую штукатурку оттуда они сняли. Заштукатурили заново. Там перегородки, все вот это делают полностью, заново залили полы, бетон, плитка, вот это все будет. Работники учебного заведения и родители рады, что власти обратили внимание на плачевное состояние пищеблока и выделили финансы на его ремонт. Мы рады тому, что у нас наконец-то начались ремонтные работы. Конечно, не очень удачное время, осень, но рады то, что через некоторое время наши дети будут захотеть в столовую, смогут, надеемся, питаться с начала следующего семестра горячие завтраки, потому что, как родителю говорю, что это очень трудно, каждый день ребенку что-то приготовить, чтобы он взял с собой. Наш пищеблок очень давно ремонтировался, еще с основания школы. Школа была построена в 1974 году, так косметические ремонты мы проводили, а так, чтобы капитальный ремонт нет. И это очень важно и для детей, и для тех людей, которые там работают, потому что условия будут совсем другие. И поэтому спасибо всем, кто выделил деньги, кто и при Марии, спасибо всем, кто имел какое-то отношение к пищеблоку. Работы по капитальному ремонту пищеблока планируют завершить к середине ноября. У ребят будет возможность получать горячие завтраки, а у поваров работать в комфортных условиях. Зинеда Канцер, Влад Табачук, Алексей Герчуг, РТ Новости.